Всем привет! С вами канал Патан Амебного Уровня и я Мэд Сайентист. Уважаемые слушатели, у меня наконец-то появилась пара свободных деньков и я наконец-то опять могу записывать свои лекции. Переходим к следующей достаточно большой теме, она будет посвящена онкологии. Я эту тему разобью на несколько блоков и вот первый блок будет посвящен такому вопросу как канцерогенез. То есть патогенез опухолевого роста, а также основные элементы патогенеза опухолевой прогрессии. Начнем с определений. Согласно Виллису опухоль это патологическая избыточная масса ткани, рост которой не скоординирован, превышает таковой в нормальных тканях и сохраняется в той же чрезмерной мере даже после прекращения действия стимулов, которые его вызвали. Также канцерогенез это процесс развития опухоли под влиянием канцерогенных факторов. Для того, чтобы возникла опухоль, в ДНК клеток ткани предшественника должны произойти мутации. Причем эти мутации должны затронуть достаточно конкретные гены. И эти гены отвечают в первую очередь за регуляцию клеточного цикла. Это метоз, дифференцировка, апоптос. Мутация в этих генах может привести к такому феномену как иммортализация, то есть обессмерчивание, в переводе на русский язык, клетки. Таким образом клетка может бесконтрольно и постоянно делиться и она не умрет. Кроме того, опытным путем получены культуры бессмертных клеток, они называются перевиваемые клеточные культуры, которые при определенных условиях могут постоянно, постоянно жить и размножаться. Также это гены, которые отвечают за репарацию ДНК и межклеточные взаимодействия. В принципе это гены, нарушение деятельности которых в дальнейшем приводит к нарушению генов, которые регулируют клеточный цикл. То есть самое главное это все-таки мутация генов, которые регулируют клеточный цикл. Ну и результат этой мутации это нарушение процессов клетки с дальнейшей опухолевой трансформацией. Стоит отметить, что формировать опухоль могут только клетки, которые способны к делению. Какими могут быть эти самые мутации? Это могут быть спонтанные мутации в соматических клетках, например ошибки при репликации ДНК, которая возникает в процессе клеточного деления. Именно поэтому процесс клеточного деления является достаточно высоко мутагенным. Кроме того мутации могут возникнуть в половых клетках и поэтому они могут передаться по наследству. Например мутация в гене P53 может привести к развитию наследственного синдрома Лифраумения. Или мутация в гене RB может привести к развитию такой опухоли детского возраста как ретинобластома. Есть такое понятие как канцерогенные факторы или канцерогенные. Они могут быть стандартно джентльменский набор диода, физические, химические, биологические. И вот каждый из этих групп агентов могут вызывать какими-то своими воздействиями различные мутации. Если мы говорим о химических канцерогенах, то это в первую очередь различные органические вещества, в частности органические растворители. Во-первых это формальдегид, с которым достаточно часто контактируют патологоанатомы, лаборанты в патологоанатомических лабораториях. И он может приводить к нарушению структуры ДНК. Но он еще относительно слабенький канцероген по сравнению, например, с таким канцерогеном как анилин. В советские времена женщинам на анилиновых производствах давали достаточно приличную зарплату и давали возможность довольно рано уйти на пенсию. Все бы ничего, да только вот примерно через год максимум два работы на этом производстве, естественно безо всякой защиты, речь шла о 50-60-х годах прошлого века, у этих женщин развивался их закономерный рак мочевого пузыря. И собственно с этим была связана такая высокая зарплата и прочие социальные льготы. Канцерогены могут быть физическими. В первую очередь это различные виды излучения. Это может быть ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому в всяких солнечных южных городах самым часто выявляемым раком является рак кожи. Ну либо другие злокачественные опухоли кожи, скажем меланома. Кроме того это еще ионизирующая радиация, которая возникает как правило в результате техногенных катастроф. Если говорить о постсоветском пространстве, то это Чернобыльская АЭС, ПО Маяк, сброс отходов в реку Теча. Если говорить о том, что случилось за рубежом, то это в первую очередь Хиросима Нагасаки, сброс атомных бомб. Ну и кроме того, мутации в наших генах могут вызывать различные биологические агенты. В первую очередь это вирусы. Их очень много. Есть достаточно большое количество онкогенных вирусов. Это не только герпесвирусы, это вирус папилломы человека. Это может быть вирус гепатита B, который, как считают своим HBX антигеном, может вызывать гепатоцеллюлярный рак. И прочее, прочее. Далее, это различные бактериальные агенты, например, геликобактер пилори, который, как считается, является теологическим фактором малтлимфомы желудка. И различные паразиты, ну например, шестосомогематобиум, который паразитирует в мочевыводящих путях и считается, что является важным фактором риска развития рака мочевого пузыря. Естественно, полиэтиологическая теория, то есть несколько различных причин. И отдельно хочется упомянуть про такую теорию рака в рубце, поскольку она была темой докторской диссертации одного из сотрудников кафедры патологической анатомии имени Струкова, на которой я в свое время проходил обучение. В зоне рубца, в условиях склероза, ну вот в той диссертации рассматривался в первую очередь пневмосклероз, при туберкулезе, при диапатическом легочном фиброзе и каких-то других заболеваниях. В очагах склероза вот эти канцерогены имеют свойство накапливаться и их действия потенциируются. И именно поэтому в очагах склероза из-за вот такого потенциированного действия гораздо более высок риск развития злокачественных опухолей. Какие гены могут быть мишенями мутаций при опухолевой трансформации? Во-первых, это две группы генов. Это гены-протонкогены, то есть стимуляторы клеточных делений, и вот представленные в качестве примера ЦЕР, ПЦФОС, ЦЖУН и антионкогены, гены, которые являются супрессорами клеточных делений, то есть, например, ген РБ. Естественно, если речь идет о протонкогенах, то происходит их амплификация, то есть, умножение количества копий этого гена. Если речь идет об антионкогенах, то речь идет о снижении их деятельности в результате, например, структурной мутации, которая приводит к нарушению функционирования белка, кодируемого геном РБ. Дальше, это гены регулятора апоптоза, П53 и БСЛ2. Отметим, что П53 является одним из важнейших регуляторов апоптоза, и поэтому приобретенная мутация в этом гене очень часто приводит к развитию злокачественного опухолевого роста. В частности, мутации в П53, обусловленные действием вируса папиллома человека, нередко приводят к развитию рака шеи и кематки. Ну и, наконец-то, гены репарации ДНК. Кроме того, аномальный ген может появиться не в результате мутации нормального предшественника, а в результате соединения двух нормальных генов друг с другом, которые приводят к их патологической активации. В качестве примера хочется привести так называемую филадельфийскую хромосому, которая является транслокацией с 9 на 22 хромосому, которая ведет к формированию мутантного гена BCR-ABL, который кодирует мутантный белок цикит или CD117, и это в итоге приводит к развитию хронического милоцитарного лейкоза. И вот на этой картинке мы видим слева основные протоонкогены, запуск которых может привести к различным опухолям человека. Вот они видны в самой правой колонке этой таблицы. И на правой половине слайда мы можем видеть основные этапы формирования опухоли. Какой-то протоонкоген мутирует, может амплифицируется, может усиливается экспрессия. В результате он превращается в клеточный онкоген, что в дальнейшем приводит сначала к развитию гиперплазии и дисплазии, и в дальнейшем уже к злокачественной трансформации клеток. Для того, чтобы уже с морфологической точки зрения говорить об опухолевом росте, мы должны затронуть такую тему, как предопухолевые процессы. Это различные по своей сути процессы, которые приводят к развитию опухоли. Они характеризуются повышенной частотой мутации, которая может быть обусловлена либо более высокой пролиферацией, например гиперплазией, либо доброкачественной эпителиальной опухоли, либо какими-то перестройками генетического материала, что относится в первую очередь к дисплазии. Частным случаем и достаточно распространенным случаем предопухолевых процессов являются предраковые процессы, к коим относятся гиперплазия, доброкачественные опухоли из эпители, хроническое воспаление с развитием метаплазии, дисплазия эпители и собственно дисплазия непосредственно без предыдущего хронического воспаления. Первые два пункта, в частности гиперплазия и доброкачественные эпителиальные опухоли характеризуются более высокой пролиферацией, особенно если это доброкачественные эпителиальные опухоли и если они травмируются, что в дальнейшем в рамках регенерационных процессов приводит к усилению пролиферации эпителия. Далее хроническое воспаление с развитием сначала генетической перестройки метаплазии, а при условии каких-то мутаций в ходе метаплазии и дисплазии эпители, это также может привести к развитию злокачественных эпителиальных опухолей, то есть раков. Что такое дисплазия? Это появление признаков клеточного атипизма в паренхемии органа при сохранной структуре ткани. Кроме этого в строме отмечаются изменения состава межклеточного матрица, появление клеточного инфильтрата и фибробластическая реакция. Хочется представить наиболее характерный пример дисплазии, это дисплазия эпители шейки матки при ЦИН-3. Мы видим явные признаки клеточного атипизма, о котором мы будем говорить чуть позже, то есть ядра разных форм, размеров, они гиперхромные, увеличены в размерах, но они все локализуются в пределах эпителиального пласта, и естественно в дальнейшем это может привести к развитию злокачественной опухоли, то есть рака шейки матки, если уже не привело, и в дальнейшем к инвазивному росту рака шейки матки. Какие есть основные пути эволюции злокачественных опухолей? Это два основных направления, вверх и вниз. Регресс опухоли, то есть спонтанное или без лечения исчезновения опухоли, так называемый синдром святого перегрина. Это крайне редкое состояние, в которого за всю историю описано всего несколько тысяч случаев. И опухолевая прогрессия, то есть усиление с течением времени атипизма, автономности и злокачественного потенциала опухоли, характеризующегося ускорением роста до дифференцировки, усиления метастатической активности и ухудшением прогноза. И вот как можно представить опухолевую прогрессию. Формируется опухолевая клетка и из нее формируется n-ное количество различных субклонов. Вот этот клон ведет к формированию основного опухолевого узла. Вот эти вот опухолевые клетки ведут к формированию метастазов, какие-то еще клетки не антигенные и так далее, и так далее. В результате из одной опухолевой клетки, вследствие пролиферации генетически нестабильных клеток, получается гетерогенная популяция, которая является в целом очень и очень резистентной к действию различных факторов и очень-очень живучей в плане выживания в этом организме. То есть какие-то клетки не являются не антигенными и ускользают из-под действия иммунной системы. Какие-то клетки имеют низкую потребность в факторах роста, то есть они как-то иммунны к химиотерапии. Какие-то клетки отвечают за инвазию, какие-то за метастазы, и в итоге это приводит вот к такой очень серьезной и большой проблеме, как рак. Если мы говорим о раке, то мы должны рассмотреть самую востребованную в научном сообществе теорию, то есть это теория стволовых опухолевых клеток. Стволовые опухолевые клетки это популяция опухолевых клеток, основным свойством которых служит способность к самовоспроизведению, воспроизведению всех типов клеток в опухоли. И вот на этой картинке показано, что если будут убиты вот эти стволовые опухолевые клетки, то в итоге все клетки, которые из них растут, рано или поздно придут к блоку дифференцировки, и в дальнейшем это уже приведет к эрадикации опухоли. Стоит отметить, что опухолевые стволовые клетки это вариант нормальных стволовых клеток. И вот есть даже аналогия между унитарной теорией кроветворения Максимова, где есть стволовая кроветворная клетка, клетки предшественницы и далее более зрелые клетки. И опухолевые стволовые клетки, где есть опухолевая стволовая, опухолевые клетки предшественницы и зрелые опухолевые клетки, которые в дальнейшем имеют блок дифференцировки и в дальнейшем погибают. Стволовые опухолевые клетки имеют огромное количество свойств Я не буду их всех перечислять Заострю внимание на тех, которые наиболее важны Во-первых, это вот эти три свойства Способность воспроизводить все типы дифференцированных клеток То есть тотипатентность Это способность к самовоспроизведению и самоподдержанию А также к неограниченным методическим делениям То есть своего рода бессмертие Вот эти три свойства обусловливают то, что стволовая опухолевая клетка Является своего рода причиной развития всего опухолевого клона Даже были такие опыты, что брали одну мышку У нее опухоль, там не помню уже чего И из этой опухоли брали две популяции клеток Одна очень маленькая представлена стволовыми опухолевыми клетками Вторая это все остальные клетки И вот от этой мышки пересадили одной мышке только стволовые клетки А другой все остальные Естественно у той мышки, которой пересадили стволовые клетки Опухоль развелась Это вот способность давать колонии в чужом организме при определенных условиях А у той мышки, которой пересадили все остальные клетки Опухоль не развелась Кроме того, очень важно преобладание G0-фразы в клеточном цикле асимметричное деление, то есть деление на такую же стволовую опухолевую клетку и на более дифференцированную клетку, и относительно устойчивость к повреждающим факторам. В чем заключается устойчивость стволовых опухолевых клеток к повреждающим факторам? Во-первых, это устойчивость к ксенобиотикам, которая осуществляется за счет специальных белков, насосов, это так называемые ABC-транспортеры, в частности P-гликопротеин или MDR1, которые занимаются тем, что выбрасывают наружу клетки любые ксенобиотические вещества. Этими ксенобиотиками могут быть даже питательные вещества, именно поэтому основным способом питания стволовых опухолевых клеток является аутофагия. Ну и наконец, огромнейший спектр механизмов, которые способствуют тому, что их ДНК остается относительно целой. Во-первых, низкий уровень пролиферации. Они большую часть времени находятся в женоль периоде и поэтому делятся крайне редко. Любое клеточное деление это более высокий риск развития мутации, поэтому они делятся крайне редко, вот несколько раз в месяц в среднем. Кроме того, очень высокая активность репарации ДНК, очень высокая активность антиоксидантных систем и низкая склонность к апоптозу. И вот как эти стволовые опухолевые клетки выявляют. Вот за счет этих ABC транспортеров, они, будучи окрашенными специальным красителем, вот он называется ХЕКС-33342, выбрасывают этот краситель наружу. И в итоге его в клетках практически не накапливается, в отличие от нестволовых клеток, в которых этого красителя довольно много. Какие есть основные источники возникновения стволовых опухолевых клеток? Во-первых, это мутация нормальной стволовой клетки. Во-вторых, это уже додифференцировка зрелой опухолевой клетки, когда она получает признаки полипатентности или тотипатентности. И в-третьих, это слияние мутировшей дифференцированной клетки и нормальной стволовой клетки. Если мы говорим о метастазировании, то когда стволовая клетка разделяется, то может формироваться отдельный вот такой клон метастатических стволовых опухолевых клеток, которые имеют способность к инвазию и к распространению за пределы первичного опухолевого узла. Вот, например, в легкие или в кости, как показано на этой картинке. Для того, чтобы метастатические стволовые клетки осели в каком-то конкретном месте и сформировали метастаз, необходима так называемая ниша стволовых клеток. Это микроокружение, которое нужно для того, чтобы там нормально жили эти стволовые клетки. Будущая ниша, вот при миграции стволовых опухолевых клеток, ведет своего рода молекулярный диалог со своей стволовой клеткой, таким образом приглашает ее к себе. И миграция осуществляется по типу хоуминга у лейкоцитов. В онкологии со сменой ниш связывают процесс метастазирования. И вот как характеризуется ниша. То есть это какие-то структурные особенности, нервная регуляция, физические особенности, гуморальные факторы, паракринная регуляция и так далее, и так далее, и так далее. И вот стволовая клетка, в том числе стволовая опухолевая клетка. И вот на этой картинке показано, что мигрировать могут как нормальные стволовые клетки, например, участки красного костного мозга в очаге гона, результат миграции стволовой клетки крови при, в данном случае, туберкулезном процессе. И вот справа это результат миграции метастатической стволовой опухолевой клетки при метастазах опухоли в печень. Если мы говорим о канцерогенезе в целом, то имеются три стадии. Первая стадия это инициация. Результат воздействия на клетку достаточного количества канцерогена. В клетке появляются мутации ДНК, эта клетка становится потенциально способной начать опухолевый рост. То есть потенциально способной превратиться в опухолевую стволовую клетку. Промоция это усиление пролиферации инициированных клеток, создание благоприятного фона для дополнительных мутаций и превращение клетки в опухолевую, в том числе в стволовую опухолевую клетку. И наконец опухолевая прогрессия. Это стадийный прогрессирующий рост опухоли с прохождением опухоли у ряда качественно отличных друг от друга стадий. И какие выделяют основные стадии прогрессии злокачественных опухолей? Ну в первую очередь эпителиального происхождения, поскольку мы говорить будем в первую очередь об эпителиальных опухолях. Ну начинаем с предраковых изменений, о которых мы говорили чуть ранее. Далее идет стадия неинвазивных опухолей, то есть рак инситу, когда опухоль локализуется исключительно в пределах эпителиального пласта и базальная мембрана сохранна. Далее идет инвазивный рост, когда опухоль прорастает в базальную мембрану. И наконец уже метастазирование опухоли, там гематогенный, лимфогенный, еще какой-то путь. Инвазия также имеет несколько стадий. В начале в опухоли теряются межклеточные контакты. В результате потери межклеточных контактов, но при этом отсутствие гибели клетки от анойкиса за счет активации катгеринов. Анойкис, напомню, это такой вид клеточной смерти, когда она запускается в гибель при отсутствии межклеточных контактов с соседними клетками. В дальнейшем, если нет анойкиса, то опухолевые клетки отделяются от опухолевого узла и инвазируют базальную мембрану. В дальнейшем прикрепляются к компонентам экстрацеллюлярного матрикса и деградируют экстрацеллюлярный матрикс. В ходе деградации, в ходе миграции опухолевой клетки, которая идет вслед за этим, имеется такой феномен. Он называется эпителиально-мезенхимальный переход. Когда эпителиальная клетка внезапно начинает экспрессировать маркеры, характерные для мезенхимальных тканей. То есть, для эпителиальных клеток характерны цитокератины. Она их экспрессирует, но она не экспрессирует виментин, характерный для мезенхимальных тканей. И при миграции опухолевой клетки, при ее инвазии, отмечается экспрессия виментина, характерная для мезенхимальной ткани. И вот на картинке то же самое. Сначала ослабляются межклеточные взаимодействия, опухолевые клетки адгизируются к базальной мембране, они разрушают ее, разрушают экстоцеллюлярный матрикс, мигрируют в сосуды и уже в дальнейшем формируют метастатический клон. Далее. Метастазирование. Это формирование вторичных или дочерних очагов опухолевого роста, удаление от первичного или материнского очага в результате тканевой эмболии. И процесс метастазирования описывается таким каскадом, который называется метастатический каскад. Он характеризуется рядом с тазей. Сначала формируется метастатический субклон. В дальнейшем этот субклон инвазирует, преодолевает все внутриорганные преграды, такие как базальные мембраны, экстоцеллюлярный матрикс, и в дальнейшем он инвазирует в просвет сосуда. И далее он циркулирует в лимфотоке или в кровотоке с дальнейшим прикреплением опухолевых клеток к эндотелию, которая экспрессирует специфические рецепторы, то есть в области так называемой ниши стволовой клетки. В соответствии с теорией почвы и семян, которая также соответствует этой самой теории ниши стволовых клеток. В дальнейшем происходит экстравазация и рост с формированием вторичной опухоли, то есть метастаза. И вот на этой схеме показаны основные стадии, которые происходят от начала и до конца опухолевого процесса. В начале идет действие каких-то факторов, которые приводят к повреждению ДНК соматической клетки, нарушению ее репарации, мутациях в ее геноме. В дальнейшем это приводит к каким-то активациям онкогенов, нарушению регулировки апоптоза, потере антионкогенов, например, P53. Что в дальнейшем приводит к нарушению пролиферации, блоке апоптоза. В дальнейшем это приводит к предопухолевой дисплазии, сначала раку инситу, потом инвазивному раку и в дальнейшем уже метастазирующей опухоли. И наконец хочется отметить такие важные системы, как системы противоопухолевой резистентности. Это три основные линии обороны. Первая линия обороны это антиканцерогенные факторы, которые препятствуют действию мутагенов на ДНК, то есть препятствуют мутациям. Это меланин кожи, который поглощает ультрафиолетовое излучение, соответственно снижая действие ультрафиолетового излучения на ДНК, либо детоксикация в печени каких-либо ксенобиотиков. Дальше это антимутационные факторы, которые заключаются в репарации ДНК, если мутаген уже подействовал. И наконец антицеллюлярные факторы, когда уже появилась опухолевая клетка. И они достаточно широкие. Это апоптос как снаружи, так и изнутри. Апоптос изнутри это когда еще на уровне клетки обнаруживаются какие-то необратимые изменения в ДНК, которые ни к чему хорошему не приведет, и клетке нужно срочно умереть. И действия противоопухолевых иммунных клеток, которыми, напоминаю, являются НК клетки, и которые определяют антигенно измененные клетки, опухоле трансформировавшейся клетки, и убивают их посредством апоптоза снаружи. Первая часть этого цикла лекций, посвященная опухолям, закончена. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вдруг возникнут какие-то у вас вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»